Зато пациентов с другой проблемой. Из года в год становится лишь больше. Речь о больных с сахарным диабетом в Иркутской области. С таким диагнозом живут более 80 тысяч человек. Кто в группе риска и как меняется жизнь с этой болезнью, знает Дарья Ивазова. Половина банана – это одна хлебная семья. Так диабетики считают, сколько съели углеводов. Но это пока в новинку для 7-летнего иркутянина Сережи и его мамы Татьяны. О болезни они узнали случайно, когда мальчик уже попал в реанимацию детской областной больницы. Там и поставили диагноз. Первые сутки было вообще очень тяжело принять и осознать. Это же нужно и питание, и приучить, и контролировать, и глядеть реакцию на разные продукты. То есть, конечно, здесь страх и психологический, и бытовой. Поэтому Сережу и его маму сейчас готовят к новому образу жизни. В этом врачам помогает и медперсонал. Среди них медсестра Алина Коржавина. Девушка с детства сама болеет диабетом. Решила, что пойду в медицину, помогать другим людям с сахарным диабетом. Родители меня пытаются спросить. То есть, я именно из жизни им рассказываю, как я живу с этим. Сахарным диабетом в Иркутской области болеют 869 детей. У подавляющего большинства из них болезнь первого типа. Когда в организме не вырабатывается инсулин, и его нужно получать извне. С помощью инъекций или помпы. Профилактики диабета первого типа нет. Но болезнь можно выявить на ранних стадиях. Ребенок начинает худеть, часто много пьет, часто мочится. И слабость появляется выраженная. Тогда, конечно, стоит подумать, сдать кровь на сахар, определить, обратиться дополнительно к педиатру. И проверить ребенка на появление такого заболевания. Совсем другая ситуация у взрослых. Среди них распространен диабет второго типа. Когда инсулин в организме есть, но его мало, либо он плохо усваивается. Сейчас в нашем регионе больше 80 тысяч таких пациентов. И еще тысячи могут просто не знать о диагнозе. Повышается сахар крови и ничего не болит. И очень часто этот сахар определяют случайно. Самое главное, там можно остановить и на 10, и на 20 лет, и навсегда развитие сахарного диабета. И даже если вовремя диагностировать диабет, то можно достичь стойкой клинической ремиссии. Главное, вовремя выявить болезнь или предрасположенность к ней. Сделать это можно в ходе диспансеризации. В группе риска люди с лишним весом, вредными привычками и постоянным стрессом. К новому образу жизни людям с таким диагнозом помогают привыкнуть не только врачи. В Иркутской области есть сообщество диабетиков. Его организаторы проводят лекции и мастер-классы о питании и спорте. А также помогают в правовых и практических вопросах. Все, кому ставят диагноз сахарный диабет, они получают бесплатный тест-поиск. Но гликометры у нас по закону государство не обеспечивает гликометрами. Гликометры пациенты покупают, либо мы передаем их. Сообщество получает их от производителей или спонсоров. В первую очередь помогают тем, кому гликометр не по карману. Например, пенсионерам. А дети в нашем регионе получают системы мониторинга бесплатно. Нарья Эйвазова, Василий Заводский. Новости по будням.